Приветствую вас на канале Суккулентомир Ирине. В этом видео ролике я покажу, как я посадила свои колонхои красулы, которые получила в посылке недавно. На предыдущий ролик я оставлю ссылочку в описании. А также обращайте внимание на мои плейлисты и выбирайте для себя интересные темы. Подписывайтесь, кого интересуют такие растения, как суккуленты. Ролики у меня получается выпускать один раз в неделю. Показываю вам, как я рассадила свои растения, красулы и колонхои, которые я получила от замечательных ребят Марины и Саши. Колонхоя куропатка. Было очень деформировано, выравнивается и, как видите, даёт уже отросточек. Красула Хумберти. Был кустик такой, ну, очень был такой густой, хороший кустик. Я его разделила на два кустика. Второй кустик, вот он. Эта красула, она приобретает более такой пурпурный вид, когда ей достаточно света. У меня сейчас пока ламп для досветки нету. Солнце у нас тоже скудное, сибирское, поэтому пока будут расти так. Колонхоя Бехаренсис. Это просто вот такое колонхоя. Войлочные листья у него. Смотрите, как красиво, симметрично растёт. Ну, по всей видимости, кустик будет такой мощный, большой. Разновидностей Бехаренсис я видела много. В дальнейшем хочу заказать Бехаренсис Факс, то есть зубатая. То есть вот на вот этих листиках, с обратной стороны, будут зубчики. Колонхоя Милоти. Более приняла, более милый вид. Красивая, хорошая колонхоя. Стапелия Грандифлора. Растение цветёт красивыми цветами. С этим растением я уже знакома. В предыдущей коллекции, до потери коллекции, у меня было это растение. Оно росло у меня 15 лет. Каждый год свело. Очень красивое, неприхотливое, хорошее растение. Поэтому, когда я нашла, кто продаёт эти отросточки, сразу же его купила. Стапелия Грандифлора. Напоминаю вам. Колонхоя войлочный. Это тоже такая разновидность колонхоя. С бархатистыми войлочными листьями. На данный момент это нигра. Колонхоя это минтоза войлочный нигра. Как видите, я ещё раз повторяю, что растения были все с корнями. Довольно-таки уже самостоятельные. Соответственно, они прижились все очень быстро, хорошо. Вот такое колонхоя, это минтоза войлочный шоколадный солдатик. Шоколадный солдатик вот такой, вот видите. Цвет листьев, все вы знаете, что зависит от освещения. Когда мы переедем на свою квартиру, я планирую завести себе стеллаж, освещение. И мои растения будут чувствовать себя довольно-таки лучше. Колонхоя. Забываю, как она называется. Колонхоя оргиалис. Подсмотрела в списочке, как она называется. Вот такие плотные листья коричневого цвета. Красиво смотрится довольно-таки. Когда на него смотришь, хочется иметь в своей коллекции такое колонхоя. Колонхоя ромбопилоза. Черенок был с корнями. Прям был такой лежачий. Видать, от сушки он так полег. Серебристые листики серебрятся. Такой вот ромбопилоза, наверное, от слова ромб. Такие вот ромбовидные листики у него. Ну, конечно, голову он поднял, выровнялся, все хорошо. Котелиидон. Это, конечно, он не колонхоя, но котелиидон войлочный. То есть, из моей любимой серии войлочный. И еще он вариегатный. Но для того, чтобы вариегатность сохранялась, нужно хорошее освещение. Я буду стараться, чтобы у него было освещение. И чтобы он был все-таки вариегатный. Не терял, чтобы свою вариегатность. Красула Горден Лотус. Это вообще такая шикарная красула. Я даже не знаю, как она будет расти. Либо таким лотосом, либо она вырастает высокая. Понаблюдаю, не знаю. Ну, очень красивая, мясистая, серебристая. Красивая красула. Вот все, что я вам хотела показать. Рассадила. Вот такой поддончик у нас в магазине продавался. Из 12 горшочков. Горшочки где-то диаметров по 5 сантиметров. Очень удобно. Вот. Поддончик хороший, удобный. В Леруа Мерлен такие я видела. У нас в нашей области есть такая сеть магазинов. Мариара. Полтайская сеть магазинов. Я не знаю, где она еще распространена. Но у нас она есть. И там продавались такие горшочки. Поместилась вся моя коллекция. Приятного просмотра. Рада очень буду, что вы все посмотрите мое видео. Порадуйтесь вместе со мной за мои растения шикарные. Вот, еще раз вам покажу поближе. У Марины и Саши я еще планирую заказать. У них недавно обновился каталог. Я присмотрела там много, еще порядка 10 растений, которые я хотела бы иметь. Я закажу у них эти растения. Естественно, покажу вам. Пока-пока.